Мы начали в конце прошлого урока. Мы коснулись немножко, начали, разнадели тему жадного повышения ЦХАКа. Опять же, я не берусь за краткое время, которое мне есть, эту тему описать и объяснить. Я хочу коснуться, так сказать, двух аспектов этого дела. Во-первых, то, что называется нашими мудрецами, это было величайшим испытанием Авраама. И как-то принято объяснять нашим мудрецам, почему именно это не то, что выбросили в огонь. Потому что то, что человек готов быть жертвой жизни ради своих убеждений, это не было таким уже уникальным достоинством. Вот тут жертвой отношения ЦХАКа это была вещь гораздо более особая. Я скажу две вещи. Во-первых, это было полностью противоположно всему, во что верил и знал Авраам о правлении Всевышнего. Всю жизнь он убеждал народы мира, что жертвоприношение людьми – это не то, что угодно Всевышнего. Второе – это само повеление принести ЦХАКа в жертву. Это противоречило божественному обещанию, что из ЦХАКа все будет потомство. Далее, есть у нас в Алмуде такое четкое знание, что отец не убивает своего сына. То есть можно представить себе низкое понятие «любовь отца к сыну». Это единственное у каждого человека, даже не очень высокого, не очень глубокого. Представьте себе любовь Авраама к ЦХАКу. Ребенок родился ему сто лет, от любимой Жересары. ЦХАК был великим праведником, а не был просто, так сказать, ребенок. Это тот самый человек, который должен был продолжить дело Авраама после его смерти. Тот еще Авраам пожертвовал всем. Вот Авраам, даже, мы называем его Авраама Вин. Даже имя его слово, то есть буквально Авраам наш отец. Даже имя его говорит, что он отец. Ав – это отец. То есть во всей квинтэссенции, то есть, короче говоря, в личности Авраама он был великий отец. Великий отец. Поэтому, чтобы испытание было, насколько Авраам сумеет полностью побороть свое собственное «я» и с поводу творца. Это была самая тяжелая часть этого испытания. То есть, мы уже упоминали еще раз, что весь Всевышний нас сделал, создал нас прямым. И люди начали искать, искать всякие расчеты, как выгодно, как менее выгодно. Это был грех первого человека. Вот в этом смысле Авраам сейчас в этом испытании, он вышел из системы расчетов. Были системы расчетов. Он рассказал себе, он мне Всевышний обещал, обещал сказать, что у меня из Исхака выйдет мне потомство. Значит, это было не пророчество Всевышнего, это было какое-то, так сказать, я знаю. Сонбро, висот, сон, 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 сон. И тогда это было. То есть, этот выход из «Хажбанат Рабим» и всего же расчетов, это было, например, жажет изображения Исхака. Тут есть одна очень такая тонкая вещь, тонкая вещь. Об этом пишет книга Шарева, да, написанная Рабель Йойну. Он появляется в обращении Исхака Айв, баран, который появляется после этого. В чем его смысл? В чем его смысл? Смысл в том, что действительно, Абрам, когда проносил жертву этого самого барана, он представлял себе, он этим кончил уже обращение Исхака. Он еще, это было максимально быстро после того, как он не принадлежал Исхака, прямо на месте. Он еще был в состоянии, то есть, ну, трудно как-то, в состоянии, когда он весь был погружен в то, что он сейчас должен принести жертву своего единственного сына, великого сына, ранить своего рода Творца. И при этом не то, что его притупились, его ощущения отца, наоборот. Он был стопроцентным отцом, и от своего отцовства он сейчас привезли в жертву. И вот, окончательно это было, это завершилось в том, что принес, так сказать, жертву этого барана. Почему? Потому что наши комментаторы, что он представлял себе, что вот сейчас я должен был зарезать Исхака, думал его разрезать, и так далее, все процессы, скажем, выражения. Как будто сделаны на Исхаке. О! Тут все равно подумаю, вообще говоря, откуда взялось, какой корень этого, то, что Авраам не выдержал это испытание. Как я слышал, это Ромиша, первое, очень такое интересное замечание, что слово «нисайон», буквально по-русски, «испытание», проходит слово «нес», «чудо», «чудо», «чудо». И сейчас называют испытанием малейшего, так сказать, помеху этого человека возникает. Но мы знаем из наших мудрецов, что Авраам с его тяжелейшей жизнью, он называет, что он выдержал только 10 испытаний. Когда Давид Амелых захотел, чтобы сиющего называли «Элукей Давид», сказал Мусевышний, «тебе это не подобает». Почему? Потому что Авраама, я испытал его, а тебя нет. Тот немножко знает жизнь Давида, называется «не испытал», «не испытал». Сказал все о этом Давид, «испытай меня». Тогда в Всевышний музей испытал его историю с Боршевой, а тут Давид не выдержал испытания. Короче говоря, испытание изменится то, что, если говорить, в смысле реально, это испытание невозможно было выдержать. Невозможно было выдержать. Это НЭС. Что было НЭС? Что дать дело вам? Я вам скажу одну вещь. Это, безусловно, не мне об этом говорить. Эти вещи очень высокие, глубокие. Но трудно нам, и мы можем сразу как-то их понимать. Конечно, думаю и напоминаю себе постоянно, что мы имеем дело здесь с людьми, которые на тысячу уровней выше нас. Тысячу уровней. Не на один, не на два, на тысячу. Упоминается у Васека Ценадрин, что, когда Сатан пытался мешать Аврааму идти, принадлежу Иисакову жертву, его ответ был, АНИБАТУМИЭЛЕХ, Я СВОЙ ЦЕЛОСТНОСТЬ, все слова там, ценно, и мы будем идти. То есть, тут было нечто, которое сделал себя цельным, цельным в исполнении воли Творца. Цельным. Вроде бы, казалось бы, то, что написано в Талмуде. Здесь, в хумыше написана вещь другая. Я вам приведу. У меня была дискуссия такая, интересная такая. Я не знаю, что право или не право, но сейчас это неважно. Когда умер Витцик Зильберг, я прошел несколько раз говорить о нем, хотя я, безусловно, не достоин был говорить о нем. Вот. И... И... была такая тема. То есть, Робица Зильберг, когда был в лагерях и так далее, он делал вещи, которые, по закону, он делать будет не обязан. Делать будет не обязан. Это же, может быть, ситуация, которая, да, я думаю, что была на грани опасности для жизни, которая мог позволить себе, внести себя или более, облегчить себе жизнь. Я утверждал, что источник этого, по всему этому, это величайшая любовь к Творцу. Я как-то говорил об этом с зятем Робица Ромом Куперманом. Он сказал, что он, например, разговаривал с Робица Ромом, и он сказал бы, что все другое. Он сказал такую вещь, что если я начну выступать в чем-то, я выступлю во всем. Тут говорят по-русски, или пан, или пропал. Пан или пропал. Я допускаю, что оба права. Была эта вопрос из страха, страх отступить от чего-то, что за первый шаг он делаешь второй, и где-то, конечно, это непонятно. Но я уверен, что была там также, так сказать, величайшая любовь к Творцу, которая у меня это, из книги Горбица есть несколько мест, немножко открывают секрет этой любви к Творцу, которые, не знаю, все ли их увидели, начать неодоняшую тему. Есть, что говорит Всевышний после жертвопрорешения Исхака Рома. Говорит так, а та я датыки, я рей ру кимата. Теперь я знаю, что ты человек богобоязненный. Богобоязненный. Что здесь сказано? Что сейчас Всевышний увидел? Раскрылась сейчас во Враме его сила богобоязненности. То есть, вроде бы, может быть, это иначе. Великая любовь к Творцу, победила любовь к Сыну и все прочее. Пусть кажется не так. Сейчас я увидел твою богобоязненность. Видим тут великую силу истинной боязни Бога, когда она заставляет нас, нет вещи, которые мы без этого делать не могли, делать бы не могли. Безусловно, испытание Врама в том, что он полноценно исполнил волю Творца. Но источник исполнения в том, что страх от него отступится. Страх от него отступится. Если немножко коснемся на более широко, то, вообще, понятие Рад Шамай – это, думаю, что это основа на которой держится все. Как сказано, Хумыш дворы, Всевышний от нас требует как бы только богобоязненности. Дальше приводится еще несколько вещей – любви, экспозиции заповедей и так далее, что еще не только богобоязненности. Что из этого исходит псих. Когда мы говорим о греховности Амалека, мы говорим в ло и ра и луки – не боялся Бог. Не боялся Бог. Когда мы говорим, почему Авраам сказал Саре, что она его сестра, когда они были в Эра Сплещима, в Эмилахе, спросил Эмилах, почему мне надо сказать, такой мне сменю, пацан. Почему? Говорит, что в этом месте нет богобоязненности, и меня убьют за вежим. Нет богобоязненности. Это имеет очень, так сказать, принципиальный корень эта вещь. Мы об этом не говорили, но говорили мало. Говорили много. Врачи приводит начальный вебрейшность. Саре Мишель задумал построить мир на Мидле сады, по строгому, строжайшему суду, и увидел, что не может существовать без милиатора Хамимба милосердия, поэтому признал к строжайшему суду милосердие. Это вечно известно. Это очень странно. Почему же был такой строжайший суд? Потому что строжайший суд – это не то основное качество творца. Качество, которое мы иногда постигаем, самое высокое – это творение добра, а не суд. Суд это вообще считается, так сказать, то, что граничивается злом. Поэтому быть, я бы сказал, посланником божественного оказания – это не достоинство. Не достоинство. Надо бы сказать, дать заповеди. И дать величайшее заграждение. Заграждение. Но с чем надо было? Сначала же был суд. С чем суд? Я вам скажу в двух словах. Если бы не страх, суд – да. Ничего бы не произошло. То есть человека… Я говорю просто, как мы видим среди человека. Человек… Человек, действительно, поднять на какие-то большие дела. Большие дела. Он должен знать, что это зависит его жизнь. Он делает вещи, которые он не может делать в смысле реально, но реально обычно. И это, по большому счету, это основа творения человека, основа всей Торы. Они сегодня… Не буду говорить правильно, неправильно. Морский муж нам нужно. Морка уже помогает. Часто, так сказать, представляют людям со стороны иудейства, как… Такое… Красивый, хороший быт. Красиво, приятно. Покушать, попить. Все семьи красивые получаются. Все правильно. Это не ложь. Тому ворки – это больше. Человек должен почувствовать, что то, что везти в пути Бога – это вкусно и хорошо. Вкусно и хорошо. Но по большому счету… Не на этом строится наша жизнь. Это… Это здание правильное. Потому что, действительно. Кто все еще хочет добра и максимального и так далее. Но… Наша жизнь строится в том, что мы говорим ежедневно о Каят-шма. Что он говорит о Каят-шма? Что если будешь спознать Тору, будешь обоисставлены. А если не будешь – это проклятие. Казалось бы, это вторая глава Каят-шма. Она называется у нас в Сталмуде «Кабратма ольмитзвот» – «Принятие время и исполнение заплаты». Какое-какое предназначение все эти вот обещания? Как услышал Рабыша? Первое, очень четкое определение предназначение. Исполнение Тора – это недобровольное. Это вещь недобровольная. Это зависит сама наша жизнь. То есть, и Рад-шма-эм означает, мы знаем, что у нас жизнь зависит, если мы идем по воле Творца – это жизнь. Если мы не идем, то у нас нет жизни. Это означает, короче говоря, со словами наших стихах – Хаим Бер-ра-цено. Жизнь зависит от исполнения воли. Если ты отходишь от его воли, значит, ты от себя отрезаешь от жизни. Все понятие «мелосердие» начали, что хотят ли себя даже в Котоме отрезать от его воли, потому что он должен был на месте умереть, так и нет жизни без его воли. Он дал все еще, дал, так сказать, возможность, то есть, называется сегодня реанимация такая некоторая, чтобы он мог немножко подсуществовать, даже когда он отошел от воли, с тем, чтобы он пришел в чувства и начинался жить иначе. И это основа Ира-цено. Значит, отход от воли Всевышнего – это смерть. Это смерть. И поэтому видим, как Тор определяет величайших грешников, как Амалек, ло-ирай-локи, не боящихся Бога, величайший праведник Авраам. В чем, можно сказать, его вершина и его величие в Великобритании? «Ти ата, а то я дат и кирай-локи мата». То есть, короче говоря, помню хорошо, это было 22 года тому назад, Робин Силбер и я, мы были вместе с Робином Робином Штейманом, Робином 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 Лейв тогда был еще более доступен, чем сегодня. Мы с ним, ну, это было много, час-час-полтора в зале всякие, так сказать, наши русские дела, а? Следующая вещь, о том, как заниматься с учениками. Во-первых, должны быть и Рэй Шамай, чтобы быть богобязненная, а потом уже ламданим, глухопонимающий Толмуд. Только одна проблема – то, что у меня нету, мне трудно передать другим. Ну, просто другую сейчас. И тут еще одна вещь, когда надо хорошо знать, говорится в Толмуде, что все в руках Всевышнего, кроме Рэй Шамай. Что это означает? Что у человека, наверное, много способностей, красота, силы, то, что приходит от того, что называется Мазаль, одна вещь зависит от всего. От него самого – это и Рэй Шамай. И Рэй Шамай у человека нет естественной Рэй Шамай. Он должен обрести ее сам. И на этом, кому же поменури место из книги «Искобность двора», надо построить все выслужения Творцу. Хочу привести. Был вот… Нас еще раз, когда шли слухи об очень великом человеку богобоязненности, это был Рэй Шамай Соловейчик, Рэй Шамай Бриск. Самые тяжелейшие периоды в его жизни, когда он пережил катастрофу, бегство из оккупированной в немцев Варшавы и так далее, и так далее. С ним пытались обсуждать, что происходит и так далее. «Меня интересует то, что можно и то, что везет». Чтобы не отступить от воли Творца. Как я здесь уже упоминал в другом уроке. Рэй Шамай Соловейчик был известен тому, как он волновался и опасался нарушить закон, даже очень отдаленные опасения, или не исполнить какую-то запись полноценной. Это был состояние, так сказать, очень напряженного. Я спросил один человек. Рав всегда все исполняет, не нарушает. Так почему надо постоянно бояться? Уже как-то вещь проверенная. Сказал, давайте я тебе объясню на примере. «Ты спишь на кровати без перьюда, без огородки. Ты боишься упасть на пол?» «Нет, не боишься». А если твою кровать поставили возле обрыва стометрового, ты спал бы или нет? Не спал бы. Почему? Ты же не падаешь. Не падаешь. Вот у меня, у тебя, говорит, опасность наружной жизненной конторы – это как спать на кровати на полу. Ты как же падешь, только падешь немножко. Нечего бояться. А у меня как спать возле обрыва. Идемте дальше. Мы начинаем с старшего главу Харис Сара. С смерти Сара. Говорит нам Раши, что смерть Сары была связана с жертвопонешением Ицхака. Потому что, в общем, слышал, что взяли Ицхака за жертвопонешение и оставила ее душа. Короче говоря, то, что Сатан сообщил ей об этом, сработало, сработало. Приводится на другом месте. Очень интересная вещь. Еще Сара, по тем временам, умерла молодой. Сами сильно молодой. Она не просто умерла, она была наказана. За что? За что? За что? Говорится, что, когда она отдала Аврааму Агарь, и Агарь встала к ней пренебрежительно. Она пришла, к Аврааму сказала, «Хамаси Аллах». То есть, буквально, не буквально, а моя обида, она на тебе. Ишпот, а шебе нейроидах. Пусть с высшими нам с нами рассудят. Она была доказана за это. Почему? Есть тут одна очень важная идея. Приводится в Талмуде, в детских сообществах, на всяком случае, она, в частности, что, человек, который просит суда, суда, на кого-то, эта причина, это, это опасно для него самого. Опасно для него самого. То же самое, когда человек проходит под нависшей стене, которая граница упасть, это опасно для него, в том смысле, что, может быть, стена там так бы не упала, а как он проходит под ней, она упадет. Почему? Есть, когда человек просит суда, на кого-то другого, означает, что он, он считает, что он на божественном суде, это пройдет, а вот он в другой, он не растет. не растет. Так это, что это вызывает? Что это вызывает? Вызывает то, что, проверяют его, а ты на самом деле готов, достойен, достойен перед божественным судом или нет. Сара просила Всевышнего суда над Авраамом. Почему? Потому что он был причиной того, что ее, наверное, ее рабыня Агайя, когда осталась жена Авраама, пренебрегала ей. Это просит суда от Всевышнего, на Аврааму, чтобы он с вами рассудил. Так, Всевышний проверяет цару, и она умерет первым. Чему это говорю? Есть в книге «Беследовший Рим», в первых главах, так сказать, «Осторожности», он приводит несколько месяцев о строгости божественного суда. То есть эта строгость божественного суда, это та самая причина для нас немножко проснуться, проснуться к истинной богобоязненности. А здесь говорится просто даже на низком уровне – боязнь и наказание. Он наполняет несколько мест обоязни и наказания, о том, как, конечно, кстати, наши главы, как были оказаны сыры, потомки Авраама, потому что он, как бы, неполноценно доверил Всевышнему обещание Рады Исраилу, и так далее. И это вещь, которая, понимаете, в нашей жизни есть нечто, которое очень, скажем так, мешает богобоязненности. Есть, напишет это, Майсатый Шарим, есть одно оружие, у нас, есть у нас такая самооборона против богобоязненности. Она называется, ну, что он говорит, что лейтсанут. Лейтсанут – насмешка. Так известно, то есть, как сказал Рамхал, одной насмешкой человек может сбросить в себя десятки порицаний и наставлений. Знаете, мы живем в мире, который ближе живет вокруг насмешки. Называется, сейчас это неправильно, чувством юмора, чувством очень хорошего. Ну, просто как это применять. Правда, не причина относиться к жизни несерьезной. И это вопрос, когда надо просто нам впитать в себя это, чтобы жизнь в жизни – не вещь серьезная. Хочу кончить эту тему чем-то хорошим. Мы видим, что когда человек просит для другого суда, то он оказывается первым. Грозный говорит, что когда человек молится о другом, и на его молитву отвечает, если ему само это нужно, на то, что ему нужно, ему отвечают первым. То есть, говорится, что Авраам молился в Мелыхе, чтобы там раскрылись их отверстия, все родовы и так далее. И он первым был отвечен, и после этого Авраам и Сара родили. Еще интересно. Казалось бы, вроде было много причин, что Авраама и Сара были, были ради Саидсхак. Но, что было завершающим, можно сказать, а фактором, молитва о другом. Молитва о другом. И надо немножко эту вещь как-то впитать это. К сожалению, потому что я знаю сейчас, в многих местах, живут настолько разроди на друг на друга, настолько наплевать друг на друга. Можно сказать, думали больше о других, умели молиться о других. Как мы бы достались больше и лучше божественного проведения. Еще одна очень принципиальная тема, о чем коснуться сегодня, в несколько минут. Вообще, глава Хаисара, начинается приобретение нашими отцами, нашим народом, земли в Радисраве. Авраам и Вину приобретает Марата Махпела, в Хевроне. Есть одна какая-то тонкая вещь, которая, ну, не так просто не говорить по многим причинам. То есть, есть святость святой земли, которая, к сожалению, это понятие сильно испачкает дешевым национализмом. Поэтому, говорить о святости нашей святой земли, это могут меня сразу подозревать в каком-нибудь оттенках религиозного национализма. А с другой стороны, видимо, что непоразительное, хумишь брызжит во многом с того, на чем, на обещании нашим отцам нашего народа святой земли. Казалось бы, в мире мало, так сказать, красивых мест, красивых, богатых и так далее. Есть места очень красивые и хорошие, и богатые, и совсем. в чем, в чем, в чем, было сказать, величие это обещание святой земли. В чем величие это приобретение святой земли. Это хорошо понять. Об этом говорит Робшил Шурпинку в своей книге «Деферда Турана Хумыш». Мы этот кусок перевели издание когда-то. Напомню, кто-то это читал когда-то, но многие не читали. Смысл Святой Земли, как я это понимаю, что сказано в «Хумыш дворим». Это место, которое Всевышний наблюдает. Это место, которое отличается близостью к Всевышнему. Это место, где правил Всевышний более ясно, более видно, а когда Всевышний правит не через «срею мод» правителей народов. Это место, которое приготовлено заранее, как место для храма, как место, когда в этом месте проявится открытое, в роде Всевышний большее в любом другом месте. Велинский гон пишет, что величие «Чудо Пурима» в чем? В том, что это было чудо не в Радиславе. Хануккальное чудо – это не такое большое чудо. Потому что это было Радиславе, это был Иерусалай, это был храм. Но вот чудо не в Радиславе – это вещь особая. Почему? Потому что чудо проявляет… Что видит чудо? Что в этом месте присутствует божественное правление, более высокое, чем то, что называется Дераха Дева – Путь Земли, чем естественное правление. Оно где-то близь к Всевышнему. Поэтому в храме были постоянные чудеса. Постоянные. Как это показывали, Фиркаевод и Масахат Юма. И в этом отношении Святая Земля – это место, где оно как бы приготовлено с тем, что в этом месте был более близок, мы были более высоким к Всевышнему. И поэтому наши заповеди имеют здесь больше вес, как это приводится в Раши, в Рамбане в двух местах. Есть только одно маленькое «но». А так как пишет, великая книга, современника Аризеля, книга «Сефр Харадим», буквально русский перевод, «Книга Трепещущих». Трепещущих. Он пишет там, что очень много достоинств о городе строя, о важности прихода сюда. Он говорит только одну вещь. Те, кто думают, что можно прийти сюда, и жить, как будто бы они живут не в Борис-Ройле. Они понимают, что пришли в царский дворец, ведут себя легкомысленно и так далее, и так далее. Пусть не думают, что они по смерти останутся. Оттуда выгласят этот цифр. Выгласят этот цифр. Сказано об Эртис-Ройле великие вещи, что человек, кто учит Тору в Эртис-Ройе, он равно оценен двум, которые учатся за границей. А тот, кто приехал из-за границы, учит Тору в Эртис-Ройе, он равно оценен двум, которые здесь родились. Опять же, и то, и другое – это достоинство от Эртис-Ройе. И кончим до сегодня.